Кто как только не спасается от знойной жары, которая в последние дни установилась в Подмосковье. Одним из самых верных и эффективных способов освежиться остается пляж. В наше время найти комфортное, чистое место, чтобы окунуться в водоем, непросто. Обычно понятие «чисто» сопровождается словом «платно». Но эта новая пристань на территории усадьбы Суханова – полное опровержение устоявшихся стереотипов. Больше года молодые архитекторы трудились над созданием этого причала, и около месяца назад им начали пользоваться. Слава Богу, что появился наконец этот пирс. Мы очень рады, мы часто сюда ходим, детишки играют. Людей здесь немало даже в будние дни, а выходные – просто аншлаг. Все сделано для комфорта отдыхающих. Несколько лестниц для удобного выхода из воды, гладкое деревянное покрытие, на котором можно лечь и позагорать. Не хватает только сидячих мест, например, скамеек, и благоустройства окружающей территории. Местные жители говорят, пирс еще не доделан, и в будущем здесь будет еще лучше. По сравнению с тем, что было раньше, сейчас вообще замечательно. Не хватает там посидеть где-нибудь, может пару кафешечек. Обещали шезлонги якобы здесь поставить, загорать. Те же молодые специалисты, которые создали новую пристань, в начале августа провели на территории усадьбы Суханова фестиваль современного искусства. Под руководством архитектора Николая Белоусова здесь прошел конкурс «Древолюция». Работы победителей поселились на улочках усадьбы. Интересно, очень необычно, сразу привлекает внимание. Такая архитектура здесь, она классическая, можно сказать. Это сразу добавляет какую-то новизну, что-то современное, стильное. Перед молодыми архитекторами стояла задача в деревянных формах – передать текущую ситуацию с усадьбой Суханова, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Тему конкурса хорошо поняла команда из Санкт-Петербурга. В их инсталляции задействована старая пианино. Со всеми экспозициями можно ознакомиться лично. Они находятся в свободном доступе ежедневно. Юлия Погосян, Михаил Решки, Катерина Чернышева, Видное ТВ. Продолжение следует...